Для некоторых операторов определены некоторые ограничения на сигнатуру. Я уже говорил, что есть список операторов, которые можно реализовывать только как методы, но среди них есть, например, оператор стрелочка, который обязан возвращать указатель. Давайте посмотрим на примере. Пусть у нас есть некоторый класс SmartPointer, который реализует концепцию умного указателя. Умный указатель — это класс, который является оберткой над обычным указателем. В конструкторе этого класса указатель захватывается, и дальше этот класс отвечает за время жизни этого объекта. Например, в деструкторе соответствующего объекта этот указатель освобождается. Таким образом, указатель на какие-то данные в динамической памяти связывается с временем жизни объекта на стеке. Для того, чтобы с таким объектом было удобно работать, разумно для такого класса переопределить соответствующие операторы, чтобы синтаксически работа с объектами типа умный указатель, она выглядела точно так же, как и работа с обычным указателем. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Пусть внутри этого умного указателя хранится, собственно, обычный указатель, объект некоторого типа дейта. Для того, чтобы этот умный указатель синтаксически вел себя так же, как и обычный указатель, мы должны переопределить следующий оператор. Это оператор разуменования, оператор звездочка, и он должен возвращать ссылку на объект типа дейта. Также оператор стрелочка. Оператор стрелочка должна возвращать указатель на объект типа дейта, и это требование не семантическое, а синтаксическое. То есть важно, чтобы оператор стрелочка возвращал именно указатель. Потому что предполагается из соображения синтексиса, что оператор стрелочка используется для доступа к полям некоторого объекта. Поэтому, чтобы такая запись имела некоторый смысл, то вот это x, которое здесь указано, это должно быть поле того объекта, указательный, который вернулся из оператора стрелочки. Это синтаксическое требование для того, чтобы оператор стрелочка разумно работал. Про то, как работают умные указатели, какие бы типы и зачем они нужны, мы еще поговорим. Сейчас я дал минимальную информацию. Можно еще сказать, что данный объект реализует принцип получения ресурса есть инициализация. То есть объект захватывается при инициализации, некоторые ресурсы захватываются при инициализации объекта, и дальше объект отвечает за время ее жизни. Например, удаляет при удалении объекта. Такой подход используется не только для указателей, но, например, для файлов. То есть вы в некотором месте, открывая файл, передаете управление временем жизни, тем временем, пока этот файл будет открыт некоторому объекту, и объект отвечает за закрытие этого файла, когда он вам уже не потребуется. По-английски это называется resource acquisition is initialization, или сокращается RAII. Добавляем.